Иллардир, her zaman, достекlerini аркамызды хистеттимыз, Назым Хикмет вакфу аэрэ бити шекюру хакэдёр. Бугюн, вакфу темсилен, дээрли язарымыз, пэн язарлар, Тюркія башканы Зейнэп Орал арамызда. Кэндэсэны, конучмаларныя, япнаку зэрэ сахнае давэтэдёрум. Отделену благодарность заслуживает фонд Назыма Хикметачу. Поддержку мы ощущаем уже много лет. Сегодня от имени фонда этот вечер с нами разделит замечательная писательница Зейнэп Орал, писателей Пэн, я предлашаю её на сцену для торжественной речи. Когда Назым Хикмет пакинул нас, я учила старших классах средней школы. Я никогда не видела Назыма Хикмета лично, но когда я встречала его много раз по всему миру, я всегда обнимала его. Вместе с ним я боролась против несправедливости, вместе с ним я влюблялась, вместе с ним я восхищалась великолепием этого мира. Для меня Назым Хикмета это единое целое, его убеждения, мысли, жизнь, действия, любовь и произведения это единое целое. Назым Хикмета, романтик комюнисты, смырисыз, баскысыз, адил, eşитликчі, özгурлікчі, ДАГА ГЮЗЕЛ, ДАГА ИИ, ДАГА ДОРУ БИ ДЮНЯ ОЗЛЕМИЙЛЕ ДОЛУДУР. Идеал bir gelecek inancından asla vazgeçmez. О'nun şиiri, yaşamın her alanını kapsar. Ama en çok en çok, öteki dediklerimizi kapsar. Ezilene, haksızlığa uryene, susturulene, görmezden gelene, sesini duyuram yanları, suskunluğa, yokluğa, mahkum edilen kapsar. Nазым Хикмет — это романтичный коммунист. Он полон тоски по миру, где нет эксплуатации и давления, где царит справедливость, равенство и свободу по-лучшему, более красивому и правильному миру. Он никогда не отказывался от своей веры в идеальное будущее. Его стихотворения говорят о очень разных проявлениях нашей жизни. Но больше всего в них говорится о тех, кто не такой, как все. Об униженных, несправедливо осужденных, о тех, кого заставили молчать, о тех, кого не замечают, кого никто не слышит, кого обрекли, на невзгоды, на бедность и молчание. Назым Хикмет — evrenselдер. Хапishанеде дёрт дувар арасından yeryüzüne uzанır, evrene açılır, дёргану кусякпаратке империализме, фашизме, söмюриye, baskыя, хаксızла, eşиссисл遇ащики преимущественные, анатолусь аксphone с велиб仲ERS — в серии 20. виллиона сийские тарихи — Он создавал свою поэзию «Микрокосмос» Он был творцом, он был хорошо знакомым с турецкой до своей эпохи и с мировой поэзией. Он верил, что для создания нового необходимо искать новые формы. Он хотел изменить и содержание, и форму поэзии. Он был бойцом, он никогда не отступал от своих принципов ни в жизни, ни в творчестве. Ни давление, ни тюрьма, ни ссылка, ни угрозы жизни не могли столомить его сопротивление. Напротив, они воспламеняли его дух борьбы и смелости. Он был смельчаком, его мужество было на службе его человеческой чести, чести быть человеком. Он был влюбленным. Все, что он делал, он делал с любовью, он жил с любовью, он писал с любовью. Он никогда не делал различия между влюбленностью в женщину, в человечестве и своей идеалы. Я влюбился во Вселенную так, как влюбляются в женщину, говорил он. А сейчас я хочу рассказать вам небольшую историю. В начале 80-х годов действие происходит. С моей подругой, тюркологом Верой Феоновой, мы путешествовали по Средней Азии, в Горном Алтае. Тогда это была автономная республика, часть Советского Союза. И я там читала лекции, мы путешествовали из деревни в деревню, из села в село. И я рассказывала людям о турецкой культуре, о турецком языке, о турецкой литературе. Однажды мы застряли. У нашего джипа закончился бензин. И мы остались посредине такой горной долины с нашим водителем, с нашим джипом и с Верой. Абсолютно бескрайняя долина, где было ни души, птицы не летают, люди не ходят. Мы ждали, когда мы ждали, что мы ждали, что мы ждали. Мы ждали, что мы ждали. Котча – трактор, а потом – касса. Касса – два кольца, шалвары, шалвары, шаткалы, шоу, 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 шоу и шоу. И 26 касса – бахча. Все в нашем месте удерживались. Вдруг вдалеке показалась какая-то черная точка, которая к нам постепенно приближалась. Это был трактор с прицепом, который остановился прямо около нас. И из него посыпались там две деревенские женщины в таких повязках, в шароварах. Такие классические деревенские дамы и их дети. Где-то примерно, мне кажется, шестеро детей было и 26 сумок. Все они высыпались из этого прицепа и остановились около нас. Мы начали болтать между собой, конечно, с помощью веренного перевода, потому что их турецкий очень сильно отличался от моего турецкого. Нам без веры было друг друга не понять. Они спросили у Веры, кто это такая, про меня. Она сказала, что это моя турецкая подруга. Они говорят, ну что это за турчанка такая? Если она турчанка, пусть поговорит по-турецки. К тому моменту мы уже достаточно поездили по региону, чтобы я знала, какие слова у нас одинаковые. Поэтому я попыталась их сказать. Ну, там, счет у нас похож. Они говорят, нет, нет, это все знают. Это не подходит, не доказательство. И, в общем, они какое-то время подискутировали между собой. Как же заставить меня доказать, что я действительно турчанка. И, в конце концов, они выдали следующую задачу мне. И они сказали, если эта женщина действительно турчанка, пусть она прочитает стихотворение Назыма Хикмета. И я там, в этой бескрайней долине. На краю света, на границе Китая, Монголии и Алтая, где нет ни души, где даже не летают птицы. Я обнаружила, что я читаю стихи Назыма Хикмета деревенским женщинам, чтобы доказать им, что я действительно турчанка. Эти женщины послушали мое стихотворение Назыма, бросились ко мне на шею, обняли меня и сказали, да, ты действительно турчанка. Тюркью, он вантажный отказался. Но, кстати, я уже сказал, что в пирайе мектубы, что сказал, что я лично не знаю, что я не знаю, как я не знаю, как и другое, но я не знаю, что я не знаю, как я не знаю, Умуром, 20 лет назад, 50 лет назад, Турк народу даже не забыли. Халпу, что этот народ, во-первых, во-вторых, я буду в этом языке и в этом народе шиелерные язвышь инсан оларак ящича на турецком языке я останусь человеком написавшим самые честные стихи на этом языке и для этого народа, так что не расстраивайся И ведь так оно и вышло, сегодня Назым Хикмет продолжает оставаться поэтом, который написал самые честные стихи на турецком языке для своего народа Назым Хикмет, культур и санат вакфу, как и с ними, это вообще с вами был первичен dragon, культур и санатом. Я передаю Назым Хикмету его колесо-постальство России, Руси-Турки, работники организма, который я решила, я хочу помочь им. Я передаю Назыма Хикмета свое глубокое чувство благодарности, я передаю ему нашу бесконечную любовь и как представитель фонда культуры и искусства имени Назыма Хикмета и как председатель PEN International турецкого отделения, а также я хочу передать глубокую благодарность и уважение Союзу Российско-Турецких предпринимателей и всех тех, кто осуществил свой вклад в организацию сегодняшнего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok